Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Мое внимание привлек один сюжет в сети Facebook, где Антон Агнатенко дал ссылочку на обращение главного советника президента Украины Алексея Арестовича и на обращение главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрекина. Я думаю, что это очень верное и очень нужное обращение к военнослужащим и одной, и второй армии. Почему? Потому что есть международная конвенция женевская об отношении к военнопленным. И сегодня, как никогда, права тех ребят, которые в плен попали с одной и с другой стороны, особенно верующих, особенно христиан и мусульман, должны соблюдаться, как никогда. Поэтому давайте посмотрим, что сказал в своем видеообращении Алексей Арестович. Благословися Господь! Дорогие друзья, давненько не виделись в таких вот информальных видеозаписях. Я хочу поговорить с вами сегодня насчет угроз зашивать кадыровца в свиные шкуры, там издевательски кричать «Аллах Акбар», макать патроны в сало, напоить водкой и так далее, и так далее. Вы этим обижаете всех мусульман мира, во-первых, которые очень многие страны, общества и государства, которых помогают нам. Во-вторых, вы обижаете своих боевых товарищей, мусульман Украины и мусульман из других стран мира, которые участвуют с вами в боевых рядах, вместе, совместно борются с россиянами, в том числе и чеченцами. Поэтому давайте различать чеченцев и кадыровцев, и давайте не оскорблять мусульман по их религиозным признакам, вещам, которые для них крайне важны, вещам, которые для них святы, только потому, что мы решили обидеть кадыровцев. С ними надо бороться на поле боя, бить по основам религии, которые они, основные заветы, которые они, как считают многие мусульманские ученые, искажают, это не наше дело. И вот так вот в порыве правильного гнева можно очень сильно напутать, что, к сожалению, часто и происходит, очень напутать одно и другое. Я вам приведу кавказскую пословицу, говорят, она чеченская. Мужчина – это не тот, кто умеет воевать. Мужчина – это тот, кто точно знает, кто его враг. У врага есть конкретные признаки. Не путайте мусульман и кадыровцев. Это очень разные вещи. Не оскорбляйте братьев по оружию, не оскорбляйте тех, кто помогает нам и деньгами, и политически, и экономически, и гуманитарно. И не оскорбляйте полтора миллиарда человек, которые верят в ислам. Не нужно этого делать. Одумайтесь. Никакой напоем водкой, никакой издевательских Аллах Акбар, никаких патронов сала, ничего такого. Есть и другие способы поставить кадыровцев на место. И мы это прекрасно делаем. Но только не оскорбление по признакам религии.